Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня хочу говорить о очень интересных словах Иисуса, да, в последних главах, о Иоанна 16 главе, где он как раз заботится о тех учениках, как им устоять после того, как он уйдет к Отцу? Да, после того, как он примет все страдания на себя, после того, как он умрет на кресте, воскреснет и уйдет к Отцу, как им дальше жить? И тут что-то очень важное, очень важно, он говорит нам, я прочитаю 16 главы 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, у тех же не придет к вам. А если пойду, то пошли его к вам. И он придя обличить мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к Отцу моему. И уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не сможете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет, и возвестит вам». Да, очень дорогое, сильное слово. Если бы Иисус не ушел к Отцу, не пришел бы Дух Святой. Но он посылает этот Дух Святой, чтобы он жил верующий. В 14 главе сказано «Он с вами будет и в вас будет». И вот этот Дух Святой он научит. Он научит, он обличит мир. Он, так сказать, прославит Иисуса Христа. Вот интересно, правда? Так продумано все, потому что Иисус жил 33 года, а после этого уже 2000 лет прошло, и много верующих, и все нуждаются в поддержке, и они получают удержителя. Тот, которым говорит, что вы мои дети, я вас пронесу через все трудности, я однажды доведу вас до небес, вы увидите там самого Иисуса, будете в его любви, но уже здесь на земле вы сможете жить в его любви, и радости быть едиными со всеми верующими. Интересно, что Дух Святой, он работает во всех направлениях, он обличает мир о грехе. Интересно, что вот когда кается человек, я часто наблюдал, как люди каются, это они плачут, они настолько переживают сильно, настолько вот думаешь, ну откуда, вчера еще он так смеялся, а вдруг он так печалится о том зле, что он совершил в своей жизни, и он просит у Бога прощения, потому что Бог вот так вот обличает людей в этом мире, и вдруг их грех становится таким страшным, что они просят у Бога прощения, они перед Ним, так сказать, стоят прости и принимают прощение в вере, потому что этот Дух Святой приходит, Он обличается, а потом утешает, когда прощает Иисус, ты получаешь прощение, этот Дух Святой опять свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, так написано крылья нам 16, 8 глава 16 стих, но интересно, Он говорит и о правде, что Я иду к Отцу, вот то, что Иисус был на земле, это великое-великое чудо, Его место на небесах, Он сотворил этот мир, Он, так сказать, имеет над всем власть, Ему прийти на эту землю, и вот все, что Он перенес здесь, это было большой жертвой, а правда в том, что Он должен идти опять быть там, где Его место. Интересно и о суде, то же самое, что князь мира осужден, если мы иногда так много рассказываем, вот дьявол такой сильный, что Он это, но ведь Иисус Его на кресте, так сказать, победил, Он победил, что если мы находимся в Иисусе Христе и имеем силу Духа Святого, то мы сможем всегда победить дьявола, потому что князь мира побежден, это Дух истины, это не Дух фальши, в этом мире столько много фальши, я не знаю, когда в другой раз открываю газеты, смотрю некоторые вещи, думаю, ну откуда это все, но в Иисусе нету фальши, в Его Духе Святом нету фальши, только истина. И интересно, когда уже последние слова, когда Он уже воскресший Иисус, Он опять говорит об этом, об этой силе Духа, что Он даст нам эту силу Духа, я прочитаю Деяния апостола, первая глава четвертого стиха, и собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Он крестил вас водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они, садя, спрашивали, говоря, не сели время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Но Он сказал, мне ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, которая сойдет на вас, Дух Святой, и будет свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самаре, и даже до края земли. Речь идет о том, что люди получат силу Духа Святого. Мы видим, в день Пятидесятницы так и произошло. Вдруг, как сад, те люди, которые были боязливые, которые вот как-то, если Иисусом под Его крылом все время, там сомневались, не знали, вдруг они становятся такие сильные, потому что в них появилась сила Духа Святого. Вся книга Деяния апостола говорит об этой силе Духа Святого, как Он работал в слабых людях, это, ну, очень сильно надо читать. Ибо Иисус подумал, как устоять верующим, когда Он идет на небеса. Для этого Он послал Духа Святого, открывайте ваши сердца. Он может быть с вами и может быть в вас, впускайте Его в себя. Пусть Он живет в нас, в вас, чтобы мы могли победить, победить все, так сказать, все происки лукавого, чтобы мы могли быть всегда вблизи Иисуса. Потому что когда мы вблизи Его, рядом-рядом, грех не может нас побеждать. Он будет подкрадываться, но Он не победит нас, потому что Иисус дает силу Свою через Духа Святого, чтобы мы побеждали Любови. Слава Господу за это. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова